Глобальная волна с нами, а там препод, когда у нас был, сначала говорит, голубая волна, я говорю, ребят, наверное, не голубая волна, а глобальная волна, да-да-да, говорит, я все понял. Продолжение следует... Прежде чем начать на конкурс ведения, необходимо понимать, что любая наука — это не собрание безупречных истин, а понимание устройства Вселенной, земного мира и их элементов на сегодняшнем уровне развития общества и разума людей, состоящих из них. И ничего не уйдет. Возьмем в качестве примера официальную наука. Знает ли она устройство природы? Является ли она собранием безупречных истин? По некоторым данным существует несколько десятков эпохи с обустройствами РАДА, а единой теории, подтвержденной практикой, нет. Ответ на поставленные вопросы отрицательны. Рассмотрим достижения научной школы предшественников на УРА. Единая теория устройства мироздания, подтвержденная двухтысячелетней практикой, существует. Значит, эта теория приближена к истине? Да, конечно. Можно ли сказать, что наука предшественников познала все и является собранием безупречных истин? Ведь в составе этой научной школы разумные человеки, получившие признание от вышестоящего разума. Нет, научная школа предшественников познала не все. Даже Творец нашей Вселенной, создавший пространство времени, его составные части, полевые и вещественные объекты и субъекты, определившие законы полевого и вещественного мироздания, знает не все. Иначе зачем ему созидать, проводить опыты и достигать поставленные цели? Из данных рассуждений мы можем сделать вывод, что предложенное понимание сути науки верно. Вполне возможно, что через некоторое время мы узнаем об актеонтологии больше, чем на данный момент. И наше понимание этой науки и, соответственно, ее начальные образы изменяют. Это нормальный образ развития любой развивающейся структуры, а тем более системы научных взглядов. Основатели университета в своих лекциях в период с 2000 по 2009 год отдали слушателям элементы теории информации, совокупность которых создает другое понимание устройства мироздания. Я еще хочу пояснить, почему мы употребляем слово образы. На самом деле мыслительный процесс у людей происходит в виде образа. Не в виде слов, как многие себе представляют, а в виде образа. Поэтому мы и подчеркиваем, что все, что мы вам отдаем, и все, что мы говорим, и то, что люди отдают друг другу, на самом деле это просто образы. Наиболее полной и глубокой элементкой аксиантологии сформулирована книга «Рыцарь и с почвенным забраво». Написана одним из основателей на англера Владимиром Евгеньевичем Шарошовым. Лес. Лес – это псевдоним личности, принятый в научной школе предшественников. Он также выпустил свет в книгу от Альфа-Даймеги, написанную в жанре научной фантастики, где примерно 80% повествования в элементах аксиантологической науки и 20% – сюжетная линия, связывающая информационные блоки в единое увлекательное произведение. Данная форма отдачи информации выбрана сознательно, так как в элементах теории и практики аксиантологии на нынешнем этапе развития нашей цивилизации и научного сообщества иначе не расскажешь. Учредители на АЛАРе не планируют самостоятельно писать теоретические разработки и учебники в аксиантологии. Причины этого изложены в начальном и базе срокурсов на УЭА, а только отвечают на сформулированные вопросы, основываясь на знаниях своей научной школы. Коллективу университета эволюции и разума на базе полученной информации необходимо самостоятельно пройти путь научного познания, а именно получить осознать о смысле систематизировать информацию, понять логику закономерности и сформулировать. Получить подтверждение на практике на основе полученных элементов теории информации, создать свой вариант теории, соответствующий нашему уровню развития возможностей и позволяющий делать научные прогнозы. Возвратиться к эксперименту для проверки верности прогнозов. Это то, чем университет эволюции и разума сегодня занимается. Отдельные элементы всех данных ступеней научного познания в аксиантологии, науки нового эра, уже существуют. Представители научной школы предшественников отдают информацию в упрощенных образах, подобных тем, которые применяются в официальной науке. Это делается для того, чтобы слушатели могли понимать смысл того, о чем идет речь. Язык современной цивилизации не имеет слов и понятия, обладающий реальные физические процессы в природе и действительные полевые образы мироустройства. С одной стороны, упрощенные образы позволяют понимать суть происходящих природных процессов, а с другой стороны, отсутствие инструментов слов и понятий представляют определенную сложность при осуществлении попыток исследований и систематизации. Приведем всего одно мнение о состоянии современной науки. Алексей Николаевич Дмитриев, доктор геологии и минералогических наук, профессор, сотрудник Министерства и Физики РАЗ. Современная физика является собой весьма жалкое зрелище. Мы не можем ни спрогнозировать, ни предотвратить природные катастрофы. Каковы же причины вышеуказанного состояния фундаментальной науки? Наш мир на планете Земля, Солнечная система и вся Вселенная представляют собой единую взаимосвязанную систему. Значит, и наука, описывающая ее, так и должна быть единой системой. К сожалению, современная официальная наука раздроблена на узкие направления и практически не учитывает взаимосвязь с окружающим миром. Не существует единой теории устройства мироздания и соответствующего миропонимания. Конечно же, ученые ищут выход из научного топика и пути дальнейшего развития новых типов цивилизаций. Следует сказать, что в ходе поиска в части официальных ученых пришли к выводу о существовании высшего разума и единого источника знаний, из которого они иногда спонтанно чертуют свои открытия. Существуют научные работы, созданные научно-популярные фильмы, где прямо называются источники информации, инфополе. Но что представляет из себя этот источник знаний и как его использовать, наука не знает. Эти пространства и времени из этого неиссякаемого источника можно было бы черпать знания о прошлом и будущем, устройстве в Сиен, о других едовых намерах. Я считаю, что это направление является одним из самых фундаментальных вопросов. Действительно, мы пролегаем в тот мир, который живет по другим заболевательствам. Ну, это очень плохое случилось. Я очень надеюсь, что когда-нибудь люди будут серьезно относиться к этой проблеме и плохо следовать. Расширяется. Я думаю, что это новый поиск. Это эпоха, но мы породимы на планете Земли. Мы к ней присоединились, но углубляемся в меру наших возможностей. Учитывая, что официальная фундаментальная наука в тупике, о чем свидетельствует выше приведенное высказывание, научное сообщество подошло к необходимости кардинальных изменений, научной революции. По мнению американского философа и физико-теоретика по первому образованию, автора книги «Структура научных революций» Томаса Куна, его взгляды наиболее распространены в научном мире. Научная революция – это период коренной ломки, трансформации, переинтерпретации основных научных результатов и достижений. Это этап принципиального видоизменения всех главных стратегий научного исследования и замещения их новыми парадинами. В процессе революционных преобразований знания кардинально совершенствуются, в этом цели суть научной революции. А как в официальной науке воспринимают инновации, а тем более научные революции? Приведем несколько мнений. Как считает геофизик Яницкий, новая наука, особенно такая, которая ломает общепринятые представления, всегда принимается с трудом. Чем выше на иерархической лестнице в научном учреждении стоит обвлеченный властью лицо, тем сложнее оно может примирить с основацией, которая, как правило, для него означает научное самоубийство. Для науки XX века на первое место заходят интересы научной корпорации, а не истины, поскольку занятия наукой почетны и предполагают, как награду, как и благое финансирование. Но рано или поздно научная истина заставит с собой считаться. Еще более четко и конкретно на эту тему высказался немецкий физик Макс Планк в своей книге «Единство физической картины мира». Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников побеждают, и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу. Всю нелогичность и непонимание мироустройства современной физикой, построенной на одних гипотезах, очень доходчиво и ярко показал в своей лекциях Академии Российской Академии Естественных Кнов Атюковский Владимир Акинович. Приведем небольшую выдачу. Здесь хочу сделать лирическое вступление. Данный божьемый человек как раз является отменой из основателей физического конгресса в Санкт-Петербурге, с которым мы, собственно говоря, сегодня приехали. И он присутствовал, в том числе и на наших докладах. У нас была возможность с ним пообщаться. Было интересное общение. Но мы надеемся, что оно не закончится. Мы нашим предельцам в любом. Продолжаем. Так вот, что же он говорит? Науке сейчас запрещено обращаться к истокам и проверять их, например, в теории Максвелла. Почему такое положение? Потому что имидж науки, как собрание абсолютных истин и мнение общества о том, что наука может решить другую проблему, будет поколебным. Если общество будет сомневаться в компетентности науки, то прекратится финансирование. Пострадают личные финансовые интересы. Поэтому руководство современной официальной науки изо всех сил будет поддерживать имидж и общественное признание современной науки. Революционному процессу науки, в частности, физики, мешает школа релятивистов, которые всеми силами утормозят нововведения для спасения своего корыта. Наука — это судьба миллионов людей. Фактически, от науки зависит выживание человечества. Но тем не менее, в последнее время награды в психологии у многих ученых все чаще звучат признание о реальности тонкого неведикого мира и о кризисе старых парадигмах науки. Научное сообщество сегодня пришло к угорсающему выводу в кризисе современной физики. Хотя уже давно понимали, что у того же кризис наступил. Было понятно и известно известным физикам. Большое прощение. Очень просят сделать погромче, потому что поэтому у них... Но тем не менее, в последнее время награды в психологии у многих ученых все чаще звучат признания о реальности тонкого неведикого мира и о кризисе старых парадигмах науки. Но тем не менее, в последнее время награды в психологии у многих ученых все чаще звучат признания о реальности тонкого неведикого мира и о кризисе старых парадигмах науки. Научное сообщество сегодня пришло к угорсающему выводу в кризисе современной физики. Хотя уже давно понимание того, что кризис наступил, было понятно и известно известным физикам. В частности, Фейнман в одной из лекций в известном учебнике по физике говорил, что современная физика сплошное надувательство. Мы узнаем о результате исследований немного интересных вещей, но не понимаем ни того, ни другого. Кризис науки связан с тем, что условия жизни изменились. Привился и стал развиваться научно-технический прогресс. Инженеры, специалисты по прикладным наукам стали разрабатывать много новой техники, достижения стали реализовываться в конкретных узких областях знаний. Общая наука, фундаментальная, она отстала. Она оказалась в плену домом и всяких отсталых взглядов от прошлого века. Во всяком случае, отстала она примерно почти на 300 лет. С времен Ньютона фактически ничего не прибавилось. Конкретных разработок много, обобщенных идей нет. Мы живем все время пользуясь светом. Свет нас кормит, рождает, усиливает источник информации до 95% всей информации. А как устроен цвет, природа цвета, фотон? Ну, не знаем. Физика не сделана. Магнитное поле? Не знаем. Поле гравитации? Его природа? Тоже не знаем. Короче говоря, физика не имеет физических основ. Она не смогла проникнуть в природу вот этих вот самых основополагающих, фундаментальных таких явлений и причин. А вот хотелось бы добавить уважаемого профессора. Наша научная школа как раз дает ответы на вот эти перечисленные Смирновым проблемы. Продолжим. На ежегодной конференции для Нобелевских на ежегодной конференции Нобелевских лауреатов в Стокгольме в 2010 году лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молин высказал следующее нынешнее поколение людей первое которому выпало осознать новые опасности связанные с изменением климата. следовательно мы больше не можем жить так как жили наши предки и менять образ жизни надо как можно скорее. От себя продолжим. Образ жизни определяется мировоззрением которого зависит от научных взглядов. Нынешняя наука привела цивилизацию и все человечество на грань раздарения Египет. Рекомендация может быть только одна необходима научная революция и наука на новой прадигме. Некоторые ученые предлагают в своих науках отдельное революционное с точки зрения изменение, но они не носят теобъемлющего характера и как правило не подкреплены успешной практикой. Возможен ли другой вариант развития человеческого познания и другой вариант развития науки? Быть может предположение отдельных ученых о том, что существует вышестоящий разум и имеется единый источник знаний, из которого они иногда черпают свои знания, на чем-то основаны, и это можно объяснить и доказать? Попытаемся это сделать, представляя вам науку, которая развивалась, именно как другой вариант развития человеческого познания. Основу этих знаний отдали людям нашего мира, представители вышестоящего разума, 20 веков назад. До 2000 года научная школа, развивающая эту науку, не имела права отдавать знания о реальном устройстве мира остальному человечеству. Информация о причинах этого запрета дается в начальном и базисном курсе Университета Эволюции Разума. Науэра предлагает научному сообществу и всему человечеству систему научных взглядов и практического опыта, которую назвали аксеонтологией. Название науки аксеонтологии предложено 23 сентября 2008 года автором книги аксеонтологии науки аксеонтологии аксеонтологии законов и всему используя соответствующие реальность достижения официальных наук и философии аксеонтология показывает результат творения высшего разума нашу вселенную ее часть наш мир логичную картину устройства и главную ценность разумную жизнь а жизнью является все как полевое так и вещественное мироздание первым и главным объектом целью изучения аксеонтологии является человек и ему подобное эволюция их разума взаимодействия с окружающей средой а также основы биологической и полевой жизни в целом сократим развернутое определение до одного предложения аксеонтология это наука изучающая мироздание все формы жизни человека и человечества как ценность мироздания и как единую взаимосвязанную систему на основании выше приведенного можно предложить еще более сокращенное определение которое сформулировал Владимир Евгеньш хорошо аксеонтология это наука изучающая ценность сущего постепенное познание устройства и законов мироздания неизбежно приводит к выводу что вселенная представляет собой живую разумную сущность полевой и полевой вещественной формы жизни цель развития вселенной состоит в получении конкретного результата наша планета и наш мир является частью и разумным исполнителем ее задачи а именно создание биологической формы жизни и наделение лучшего ее представителя возможностью разумно созидательной мысли творить и выполнять задачи вышестоящего разума подтверждением столь неожиданного для большинства современных ученых выше сформулированного вывода утверждения может служить непредвзятый взгляд на имеющиеся и подтвержденные научные факты эти факты имеются в астрономии биологии ботанике палеонтологии математике например фрактальная геометрия описывающего устройства афактический и принцип создания биологической и не только биологической формы жизни приведем пример по мнению геофизика яницкого выполненные в 1950 и 80 годах фундаментальные исследования позволили уточнить существующие составления в строении земли ее энергетики и подтверждают самоорганизацию земного физического пространства по этим же причинам следует принять самоорганизующиеся сущности его мироздания последовательная физическая интерпретация огромного фактического материала с учетом работы Штейна Гирока Бора Николая Козырева и других приводит далее к пониманию энергоинформационной сущности бытия но если этого не знать или не желать знать как это делают многие властимущие и не предпринимать соответствующих защитных мер то потери цивилизации могут стать катастрофическими и напрасно полагать как это делает мировая наука что земля мертва ложное представление о вмещающем нас мире начиная со строения земли кончая механизмами формирования погоды и стихийных керствий являются самыми опасными но никто из современных ученых не может предложить каким образом понимать разум земли и как с ним взаимодействовать аксиентологическая научная школа предшественников науэра имеет двухтысячелетний опыт взаимодействия с разумом земли и представителями вышестоящего разума с точки зрения аксиентологии жизнью являются не только биологические структуры живым является все аксиентология наших предшественников изучает физические объекты с точки зрения существования процесса формена информации а не веществ самым лучшим и эффективным инструментом познания в аксиентологии являются не технические приборы применяемые современной официальной наукой а биополевая структура человека разумного способность создаваться с реформой с помощью которых возможно общение и взаимодействие с вышестоящим разумом полевой и полевой вещественной и полевой биологической формами жизни например для взаимодействия с полевой структурой нашей планеты аксиентология уже проверена на практике научной школы наших предшественников в течении 20 веков ее развития и начиная с 2000 года практической работой науэра предшественники науэра это закрытая научная школа которая была основана в 37 году нашей эры в Греции и существовала в нашем мире до 12 июня 2000 года это дата окончания программы нашего мира ее история изложена в лекциях университета эта школа изучала и описывала окружающий мир на основе парадигмы истинность которых проявлена 20 столетиями практической работы в научной школе предшественников существует следующая степень ступени обучения первая ступень называлась полевая звука вторая полевое зрение третья ступень обучения получила образное название ступень любви или чувств на этой ступени обучения учились воздействовать на чувства четвертая ступень ступень энергии здесь обучали владению энергиями после обучения человек знал как управлять ими и употребить эти энергии не навредив себя а пятая и шестая ступень обучения пока что информации нет некоторые представители научной школы наших предшественников проявлялись социуми как официальные ученые но были вынуждены тщательно скрывать свои подлинные знания энергии назовем всего несколько из известных нашей научной школе фамилии это Николай Коперник Галилео Галилеи Исаак Митон Мария Сплодовская Куи советский физик Андрей Дмитриевич Сахар Сокрытие знаний о подлинном устройстве мира было необходимо в связи с законом информационного запрета это прежде всего принцип не навредить наложенным высшестоящим разумом на человечество нашего мира это сделано для того чтобы современная цивилизация не смогла создать оружие способное уничтожить все человечество и разрушить нашу планету однако не навредить удавалось не всегда вспомните в какую сторону было развернуто знание о расщеплении атомного ядра в связи с этим логично предположить что после Второй мировой войны в средстве создания атомного оружия способного при одновременном применении уничтожить человечество и даже разрушить планету а также и других видов оружия массового поражения закон инфозапрета соблюдался очень жестко его результатом стал застой фундаментальной науки со второй половины 20 века и поэтому наше человечество фактически осталось цивилизацией паровых машин правда некоторые страны научились вместо дров и каменного угля использовать опасное ядерное топливо но в этот период прикладные технические и технологические направления научных поисков развивались очень быстро и дали результаты позволившие создать новые инструменты для проведения научных исследований и приборов и приборов бытового применения сезон и сезон сезон и сезон сезон загрязнение будут выше допустимых норм когда люди просто будут гибнуть уже без какого-то внешнего воздействия просто от того уровня радиации который будет находиться в это время на территории проживания населения ядерная война скорее всего так и останется в учебниках истории 20 века но мирный атом во время землетрясения представляет еще большую опасность еще всего одна-две аварии на атомных станциях и это будет под страшнее войны если посмотреть на последствия такой же катастрофы как случилось в Чернобыле на сегодняшний день я думаю что в частности в России если это случится то последствия будет гораздо более серьезной чем они были 20 с небольшим лет назад да почему потому что на сегодняшний день определяет не техника определяет больше люди возможности опасности каких-то катастроф сейчас чуть-чуть расслабимся чтобы так неприятно так неприятно Иде на веранде свечи, как покуда здесь, господа. Здесь юных лет, ржаное поле, тропинка в гельке пустой. И после руси, и поля, и циркушка за холмом. Горят сердца в огне печали, откройте окна, что вдали. ПЕСНЯ 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 Сожгите на веранде свечи, Какой-то здесь, господа. Сожгите на веранде свечи, Какой-то здесь, господа. От песни вернемся к науке. Практическая работа аксиантологов заключается во взаимодействии с разумом Земли путем обмена информацией при помощи мыслеформ, образов, называемых репродуктивными формами реальности, или репроформами. Разум Земли, основываясь на репроформе информации, выполняет поставленные задачи и создает вещественные структуры или события, необходимые оператору. Современное человечество по возможностям познания имеет несколько типов, и каждый вариант различается устройством своей полевой структуры от самой простой животной структуры до сравнительно сложной и многофункциональной. Представители научной школы предшественников называют себя яней и отличаются от большинства людей более сложным устройством своей полевой структуры. И поэтому не могут свой опыт и знания переложить в кладовые памяти людей с простой полевой структурой, у которых нет соответствующих полевых программ, но они могут показать и подсказать. На вопросы людей с более простой полевой структурой они отвечают, опираясь на базу своих знаний. Люди, способные теоретически познать аксиантологию и работать в качестве полевых операторов по аксиантологической терминологии, называются лицеи и лицеи ФЭЭТ. В научной школе наших предшественников есть опыт и знания и сначально были сосредоточены в одной науке – аксиантологии. Аксиантология – это единство теории и практик. Полевые структуры Ян позволяют объединить в одной науке всю информацию и использовать ее на практике как знания. Вот почему аксиантология включает в себя все науки. Любая наука изучает и описывает мир и Вселенную на основании постулатов, совокупность которых в науке называется парадигм. Если бы пытаться составить парадигму официальной науки, то мы выйдем на постулаты, выдвинутые основателем науки в современном понимании Исааком Ньютоном. Давайте сравним постулаты официальной науки и аксиантологии. Перед вами на экране постулаты современного официального мировоззрения. Первый. Принцип первичности вещества. Первое. Понимаемое как очевидность, что вещество является исходной основой мироздания и эквивалентом материи. Второе. Наличие у физических тел врожденных свойств. Третье. Принцип сохранности вещества. Четвертое. Представление о пространстве как о пустоте или идеальном математическом пространстве. А современные исследования пространства говорят, что это совсем не пустота, а материальная среда с очень сложными свойствами, которые проявляются в ходе взаимодействия с ней. Ну, на самом деле, то, что нет на экране, еще один постулак, который выдвинул Ньютон. Это мир создал Бог. Но как он понимает слово Бог, как понимал этот термин Ньютон, и как понимали его люди, которые отражали его, это совершенно другие вещи. И поэтому вот этот постулак вызывает споры, это до сих пор. То есть, Бог создал или Бог не создал. Давайте сравним постулаты в нашей парадигме науки аксиантовой. Итак, мир абсолютно материальный. В основе вещества и всей материи лежит первичность энергии и информации. Материя имеет дискретную природу. Мир программен. Жизнь не следствия программности нашего мира. Программность подчинена законам передичности во времени. Любые программы имеют начало и конец, то есть все явления и процессы конечны. Процесс созидания безразумного начала невозможен. Существует высший разум, творец. Разум — понятие относительное. Современная физика вплотную подошла к принятию данных постулатов. В аксиантологии существует понимание, что мир, в котором мы живем, и вся Вселенная, является живым разумным организмом полевой и вещественно-полевой формой жизни. Под понятием творец понимается живая разумная структура, существующая в той или иной живой среде. Хотелось бы еще немножко дополнить, Татьяну Анатольевну, современная физика и наша научная школа по-разному понимают дискретность. Вот как раз именно этой теме был один из наших докладов на этой международной научной конференции. Этот доклад назывался «Дискретность программно-ченарно-информационность относительно проблемные вопросы фундаментального естествознания». Кто захочет познакомиться с этим докладом, через интернет он там выложен, и в принципе, по-моему, там даже видеозаписи будут выложены. По данным аксентологической науки существует следующая иерархия операторов-кворцов. Создатель. В качестве образа создателя мы взяли образ мегаглобуля. Или его вещественное подобие, зигота. Это женская яйцеклетка после оплодотворения на начальном этапе развития. Вселенимум – это полевая и вещественная структура Вселенной. Высшая полевая триада – это часть разума Вселенима, три единые ирсы каждого уровня Вселенной. Ирсы – это информационно-распорядительная структура. На Земле они появлялись в человеческом виде, как триада полево-биологических структур. Они нам известны под именами Крисус, Тосиас и Таферна. Полево-биологические структуры, или ПБС, – это учителя человечества. В нашем мире их нет уже почти 4 тысячи лет. Но есть представители научной школы предшественников, основатели науэра, разумные человеки, имеющие в надсознании структуру, аналогичную структуре ПБС. Они достигли от 6 до 12 степени разумности. Это и есть наши учителя. Беоколевые структуры, БПС – это люди. Люди, которые пошли по пути разумности. Постепенно становятся разумными человеками, операторами, садворцами. Первый шаг на этом пройти – учеба в науэра. Именно для появления человека разумного, создано всё мироздание. Наша планета Земля, как разумная программная структура, выполняет задачи, заключающиеся в создании дискретных миров, где могла бы жить биологическая форма жизни. БПС или «человеки» – это последние операторы, выполняющие главную задачу Вселениума – перенос и запись информации Вселениума в Вселениум 2. После окончания программы жизни Вселениума в Вселениуме 1 его личность переходит в Вселениум 2, а затем снова в Вселениум 1. Данный процесс должен обеспечить бессмертие высшего разума нашей Вселенной. Человеки-разумные операторы могут свободно переходить к измыслению 1, мыслению 2 и обратно. Одним из самых важных разделов общей антологии является изучение устройства и принципов работы биологической клетки. Для понимания основ оперативных возможностей человека необходимо рассмотреть некоторые особенности и свойства клеток человеческого организма. Внутренняя и внешняя среда клетки человеческого тела имеют свойство накапливать энергетические заряды с противоположными знаками «плюс» и «минус». Клетки мембраны внутренней и внешней среды являются нейтральными. За счет нейтральности мембраны мы можем выполнять оперативные функции, указанные в предыдущем разделе. Человеки-человечество в целом подобны мембране внутри среды, в которой создан наш организм. Если привлечь энергии из внешней среды, то на внешней поверхности мембраны клетки заряд увеличится. И наоборот, при уменьшении энергии заряд уменьшается. На эти процессы реагирует внутренняя среда клетки, соответственно, изменяя зарядку внутренней поверхности мембраны. Заряд, который образуется внутри клетки, рождает реакцию внутри не только самой клетки, но и внутри ее структурных элементов, атома. Происходит привлечение энергии, необходимой для того, чтобы равновесить эти заряды. С точки зрения аксиомтологии, внутренняя среда клетки реагирует информационно. Аналогом или наглядной моделью энергетического взаимодействия зарядов внутри и снаружи клетки может служить стеклянный шар с электрическими разрядами внутри него, реагирующий на прикосновения снаружи. Таким же образом, мы способны воспринимать информацию из одной процессы, в устреме 1, и передавать в другую, в устреме 2. Мы являемся нейтральными управляющими мембранами, способными информационно управлять средой мыслей НИМА-2. Человеки должны научиться структурировать мыслей НИМА-2 с помощью разума. Для этого необходимо уметь считывать информацию из мыслей НИМА-1, понимать ее и с помощью сознания закладывать ее в свой вещественный геном. Уметь выстраивать мыслеформы репрофоры или репродуктивные формы реальности в управляющей мембране и в результате по образцу и подобию информационно структурировать пространство мыслей НИМА-2. В качестве примера непрограммного взаимодействия людей нашего мира со средой мыслей НИМА-2 можно привести известные случаи самовозгорания людей, когда тело сгорало полностью или частично, а их одежда оставалась. Люди, вошедшие в программу полевой работы на ООЭ, от таких случаях программно защищены. Более подробно о возможностях человеков рассказано в книге от Альфы до Амени, написанной Владимиром Евгеньевичем Широшовым, одним из учредителей НИМА-2. Необходимо отметить, что люди нашего мира в настоящее время по состоянию здоровья и своим энергетическим возможностям передавать информацию мыслей НИМА-2 не способны и не являются с точки зрения программ Земли человеками разумными. Смысл жизни человечества не те реалов. О смысле жизни человека и всего человечества говорится на курсе начальных лекций НАУ-ЭРА. Чтобы люди нашего мира смогли стать человеками разумными и восстановили смысл жизни, надо начинать этот процесс с обучения в НАУ-ЭРА. Более подробно о практике полевого программирования желающие могут узнать на базисном курсе обучения в НАУ-ЭРА, куда принимаются все желающие. Имеется возможность дистанционного обучения. Вся информация есть на наших сайтах в интернете. Сайты на экране. Давайте сделаем выводы. Первый. Официальная фундаментальная наука в тупике. Научное сообщество подошло к необходимости кардинальных изменений, трансформации, переинтерпретации основных научных результатов и достижений к научной революции, цели суть которой принципиальное видоизменение всех главных стратегий научного исследования и замена парадигмам. НАУ-ЭРА предлагает для научного сообщества и всего человечества революционно новую систему научных взглядов и практического обработка аксиентологии, имеющую историю развития в течение 20 веков в Янской научной школе, а с 2000 года и в Бицейской. Аксиентология базируется на парадигме, отличающейся от парадигмы нынешней официальной науки и представляет собой другое понимание мира и всей Вселенной. Переход на аксиентологическое мировоззрение позволяет из людей нашей цивилизации сделать человеков разумным, что является основным условием выполнения программы эволюции разума. Если хотя бы часть человечества пойдет по программе эволюции разума, то результатом этой работы будет сохранение нашего мира, наше участие в создании следующего дискретного мира и программирование его для себя с целью последующей жизни в нем. Передача элементов аксиентологической теории продолжается и является последней попыткой повлиять на выбор разумного пути развития человечества. Если эта попытка потерпит неудачу, то у нашей цивилизации, как и у предыдущих исчезающих цивилизаций нашего мира, нет будущего. Такой вывод сформулирован как представителями аксиентологических взглядов, так и отдельными представителями официальной науки на основе оценки перспектив развития. Наш доклад подошел к концу, а сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы, желательно, конечно, по теме доклада, ну, если не по теме, те, кто находится в составе нашей учебной группы, для тех, кто первый раз у нас здесь, в Москве, у нас находится учебная группа, так же, как и в Санкт-Петербурге. И учебная группа у нас есть практически по всему миру. В Канаде, в США, в Западной Европе, больше всего в Германии. Ну, естественно, но правда, абсолютно все они русскоязычные. А вот почему и прежде всего русскоязычные, тут можно даже посмотреть с точки зрения генетики. Но генетики больше всех знают Татьяна Анатольевна. Она, можно сказать, специализируется на этой теме. А сейчас, пожалуйста, вопросы. Не стесняйтесь, можно задавать абсолютно любые вопросы. Как говорится, не бывают новых вопросов, бывают недостаточно подготовленные преподаватели. Если я недостаточно подготовлен, я вам скажу, что я разберусь и отдельно отвечу. Пожалуйста. Ну, может быть, я немного не хочу. Во-первых, спасибо Алтонову и Мегалиту. Знания не получили, но я хотела спросить, вот Вы сказали, что принимают все, и полидов, и лицетов. И полиды способны им принимать что-то? Отвечайте, отвечайте. Ну, раз, хорошо, я могу сказать. Значит, смотрите, вот то, что мы Вам сказали, полиды, и лицеи, на самом деле там намного более сложная градация, но это для того, чтобы не переполнять нюансами аудиторию, поэтому на самом деле в чем же отличие? Полиды и лицеи отличаются тем, что в четвертом плане в полевой структуре наше физическое тело окружено информационными полями семи, которые мы называем планами. Так вот, в этих планах существует программка маленькая, которая позволяет понимать нашу информацию. Для ицеев это слушается как ах, то есть слушают это с удовольствием. Полиды, они в принципе, этой программки у них нет изначально от рождения, поэтому они эту информацию воспринимать не могут, эту информацию у них формируют негативное отношение, вплоть если, допустим, к нам в наш университет приходит человек, полид, случайно, он послушает, послушает и скажет, извините, у меня голова болит, потому что даже на физическом плане эта информация неприятна. Вот примерно так. То есть полидов практически нет. Но дело в том, что мы все программа, если бы мы смогли набрать 10 тысяч полевых операторов, почему 10 тысяч? Потому что земной разум подчиняется только коллективному человеческому разуму. Причем действовать этот разум должен только во благо. Благо в нашем понимании это следование программам настоящего разума от отца. Я полностью ответил и что-то недосказал. Спасибо огромное. То есть планов одинаково и у лицеев и тонких планов и у полида. Просто единственное программа где-то устроена. Правильно я поняла? Вот смотрите. В принципе, да, смысл вы поняли правильно. Мы должны просто понимать. Мы не делим людей на хороших и плохих. Вот эти молодцы хорошо, а вот эти там бяки. Нет. Мы просто говорим о том, что такое существует в нашем мире. На самом деле мы все перемешаны. Просто у тех или иных людей допустим программка. У лицеев остаток вот этой полевой программки, которая позволяет понимать данную информацию и работать в информационном поле в качестве операторов. Вот и все. То есть если я поле, то я в принципе не смогу работать. Пока да. Но если у нас будет 10 тысяч, то мы сможем задействовать такие программы, которые позволят в том числе и полетам прийти в нашу организацию. То есть такая программа предусмотрена. Но пока так как у нас нет большой формулы, как мы называем. Формула это группа людей совместно работающих в информационном поле, которые подчиняются высшестоящей разуме. Именно 10 тысяч. Да. Но чтобы вы понимали в чем отличие высшестоящего как мы говорим разума Земли от человека. Если Земля это в чистом виде компьютер. Да, нет. Да, нет. Сделал это, получил это. Люди наоборот. Да, нет. Возможно может быть а могут быть обходные варианты. Вот примерно так. Такая разница. Вот если сравнить нас с компьютером. Кстати компьютер создан не просто так придуман. Фактически это в определенной степени вещественный аналог того, что существует в природе. вот эти компьютеры которыми мы пользуемся. Вообще человек сам абсолютно ничего не изобрел. Он просто использует то, что существует в природе. Все ответил или еще что-то непонятное? Если есть вопросы, пожалуйста. друзья, 10 тысяч? Дело в том, что есть определенные математические обоснования. Почему? Я сейчас не могу вам рассказать все, просто времени. То есть земля всегда считает 12 плюс 1. У них такая 12-ричная система счетов. То есть допустим работает в полях программа малая 12 человек плюс 1 руководитель. Вот тогда земля воспринимает нас как разумных людей. Но это более сложных программ касается. Что касается личных программ. Если простые программы. Вот к примеру. Едем мы на машине а хочется перейти в другой ряд. Мысленно достаточно подумать что отстань буквально через пару секунд одна из машин отстает и спокойно перестроит. Это самое такое простое. Вот что такое оперативные возможности. Это просто мысленное пожелание. А более сложные программы социального значения там должны работать так называемые средние формулы. Это 144 человека 12 года.